Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Соответственно, если гражданин полагает, что его права серьезно нарушены, то он может обратиться в Европейский суд. В каких случаях и как это сделать? Сегодня об этом поговорим. Игорь Михайлович, здравствуйте. Добрый день. По вашему мнению, с чего правильно начать наш сегодняшний разговор? Начнем с того, что Европейский суд по правам человека – это международный суд, который располагается во Франции, в Страсбург. И работает только по одной конвенции. То есть международных договоров, контрактов между организацией может быть много. Когда мы говорим в Европейском суде по правам человека, мы говорим только о конвенции о защите прав человека и основных свобод. Ее еще называют Европейская конвенция о правах человека, Европейская конвенция по правам человека. То есть это международный договор, который был заключен между рядом государств в 1950 году. Мы должны понимать, что в этой конвенции как права и свободы граждан есть, так и регламент для работы вот этого европейского суда. Но момент следующий, очень важный. Европейский суд и процедура рассмотрения дел и требования к документообороту предельно формализован. То есть на сегодняшний день от 95% до 97% поступающих жалоб остаются без рассмотрения. То есть именно неправильно оформлены. Вот такая бюрократия жесткая. То есть в день поступают в Европейский суд в среднем где-то полторы тысячи жалоб. Вот вы представляете, из этого объема многие остаются в корзине. Причем без ответа. Запятую не поставили? Ну юридически, если говорить, да. Не в прямом смысле слова запятую не поставили. Но что-то не разобрался, забыл, не учел. Если в обычном суде районом можно сказать, ой блин, сейчас туда поставлю. Или ааа, ничего страшного. Здесь с тобой никто не разговаривает. Ответной связи нет. То есть как вот сигнал в космос отправил, то есть есть люди, есть земля. Когда ты получишь обратную связь, это может быть через несколько лет с Европейского суда. Да, все хорошо. Если тебе обратной связи нет, тебе никто не ответил. У тебя нет контакта. Значит, твои документы по определению изначально были составлены неправильно. То есть это не национальный пролетарский суд, где пришел пенсионер, его все поняли по-человечески, что-то пошептали, помогли. Здесь с тобой никто не общается и даже не контактирует. Особенно с Приморья, это половина земного шара, да, в этом радиусе. То есть отправил, где там через тысячи километров этот документ осел твой, кто там с ним работает. Ты даже не знаешь и за ходом этого процесса не наблюдаешь. Почему это и называется Страсбургский контрольный механизм. То есть жесткая такая терминология, она предъявляет основных, считается, три требования жестких. Каждое из этих требований еще разветвляется. То есть первое, ты должен пройти все инстанции, берем Россию. У нас необходимые две или три. Если это уголовный процесс, соответственно, суд первой инстанции, апелляция. Все, после этого ты можешь обжаловать, касация, касация, председатель суда. Но уже не ждать и отправлять параллельно в Европейский суд по правам человека. Если это гражданский административный производство, там три инстанционные требования. Первая инстанция, апелляция, касация. Дальше тоже можешь не ждать, уже последующие обжалования отправляешь в суд. Соответственно, шесть месяцев, да, второе требование. Если ты по каким-то причинам пропустил, а я зачастую слышу, хотели подать в Европейский суд, но пока от председателя Верховного суда вернулся ответ, или от зама председателя Верховного суда, пока это все рассмотрели, прошло там полтора года, а Европейский суд нам ничего не ответил. Потому что ты не должен ждать. Ты две инстанции или три прошел, все, и подаешь в Европейский суд. С момента, если уголовное направление апелляции, у тебя пошел потек шестимесячный срок. И третье условие, основное, ты должен найти в этой конвенции, в этой книжке, она в интернете есть, в свободном доступе, она продается в любом книжном магазине, найти те права и свободы, какие ты считаешь нарушены. Там их немного. Потому что в каждом государстве свое национальное право. Основные права, конечно, они общие. Право на жизнь, право на свободу. Ну, еще и разветвление, 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 разветвление. Так вот, в этой конвенции указаны именно основные конституционные права. Право на жизнь, право на свободу, личную неприкосновенность, право на справедливые судебные разбирательства, право на свободу митингов, еще какие-то там права, есть там больше 20 их, но от 20 до 30, 24, 22, 24, 25, кажется, вот такое количество этих прав. Не нашел, можно не писать, никто рассматривать не будет твою жалобу, как бы ты ни считал, что тебя враги занозили, оскорбили, ты вот не добился правды, а ты прав ну 100%. То есть нет прав этих здесь в конвенции, значит не пиши, рассматривать никто не будет. Также нет смысла ссылаться на другие конвенции. А что эта конвенция лучше декларации прав человека, она основная, или там международный пакт о гражданских политических правах, или конституция российская. Не лучше, не хуже, они не сравниваются. Просто европейский суд работает только по этой одной конвенции. Остальные ты можешь даже не приводить в пример. Вы сказали, что подавляющее большинство жалоб не рассматриваются, даже потому что неправильно составлены. Но, наверное, существует какая-то форма, как правильно заполнять эти документы? Вот для унификации вот этого процесса в европейском суде как раз разработаны формуляры. Точнее говоря, формуляр, он корректируется спустя какое-то время, там в несколько лет. Есть в интернете. Скачиваешь его. Нет интернета, все, можешь забыть про свои права. То есть ссылка на то, что да я пенсионер, у меня нет компьютера, я же так еле пишу. И поэтому я даже как-то слышал, мне рассказали, насколько правду, то есть аккуратно на дорогой бумаге оформили, написали от руки, отправили в никуда. То есть только формуляр. Там все учтено, все нюансы. Аккуратно заполнил. То есть по идее все понятно, да? Это только по идее. Когда ты видишь формуляр, вот этот вот маленький такой дневник с этими нормами, как проформа, и вот нужно заполнить, ты понимаешь, сколько там нюансов может быть. Поверьте, на этом люди тоже нужно поднаторить, чтобы все это понять. А пишешь один раз, у тебя нет возможности. Написал, тебе вернул суд, дооформе, ты тут не приложил то. Здесь там сделай так, позвонили в канцелярию, сказали, вы там, как мне недавно, что-то много бумаг было. Один экземпляр мой, другой суду, и я невольно как-то подменил их, подписи не было. Мне говорят, вам сразу отказать, потому что жалоба не подписана. Или я, разумеется, приехал, подписал, например, здесь такого не будет. Приедь там, подпиши или донеси. И все, считается, жалоба неоформленная. Подождите, одна попытка всего? В этом-то и сути люди этого понять не могут зачастую и не знают. Одна пуля серебряная, чтобы убить оборотня. То есть все, ты зарядил выстрел. Что не так, вдогонку уже досылать и говорить, я сейчас исправил, но если у меня такой случай, я слышал. Конечно нет, все, ты отправил, ее получили, отказали, все, в себе там в базу внесли, дальше можешь править. Ты тренироваться не можешь, каждый раз им, как вот сутяги, да, известные профессионально. То есть по весне, по лету ФСБ строчат о том, что вокруг них враги народа. А ты говорящий, это отдельная тема для разговора, весна-осень, не лето, весна-осень, обострение психическое. То есть здесь ты не можешь каждый раз документы составлять со справлениями и этот суд европейский заваливать. То есть потенциально у тебя только один шанс, ошибся, что-то не учел, что-то забыл, ай, света не было, не дописал. Все, на этом все, вопрос не закрыт будет. Игорь Михайлович, а гражданин сам составляет эту жалобу или это делает, ну, какой-то правозащитник? Кто? Гражданин может и сам эту жалобу составить, но на, я думаю, позволю редкий случай, когда я говорю о процентовке в 100%. Вот я думаю, 100% это будет составлено неправильно, эта жалоба. Потому что там такая формалистика, адвокаты, юристы практикующие, адвокаты, которые работают с процедурой обжалования национальных каких-то судебных и иных документов. Уже бумажные люди, да, черви, жалобщики профессиональные, как кто-то называет, как, знаете, кровопийцы, знают это все. И в своей массе они составляют неправильно, какие-то допускают ошибки. Что говорить про простого человека, который даже и с бумагой-то работает, с документами редко, да, это невероятно. Там обязательно будут какие-то ляпы, несостыковки, там не разобрался, там написал не в той графе, там не то учел, там вообще что-то забыл важное. Ой, отправили уже, как же, что же делать? Все, ничего не делать, ты воспользовался своим правом. То есть нужен адвокат, да? Ну, как минимум, нужен адвокат. А он работает, вот, адвокат по доверенности или какие документы нужны? Адвокат, вот, в чем сложная формализованная, но изысканность этого формуляра, в Европейском суде по правам человека, формуляр жалобы, о том, что там учтено все. Там вот этот многотысячный, десятков, сотен тысяч, вот этот оборот, документ оборот, он учитывает все нюансы. И постоянно корректирует, как бы, в лучшую сторону для упрощения, для удобства. И доверенности уже не требуется. В этом формуляре есть специальная графа, которая посвящена вот именно и заявителю, или доверенному лицу, или представителю, или адвокату. Вот, ты так же заполняешь, ставишь подпись и презюмируется, что это ты поставил подпись. Никто не говорит, а кто это расписался за Полякова в графе адвокат. Может, это не Поляков. Считают, что это Поляков расписался. Даже если я доверю, буду там в суде со словами отправлять, нужно срочно жалобу в Европейский суд. Там, секретарь, распишись за меня. Она расписалась. Будут предполагать, что да, это подпись Полякова, это неважный момент. Надо, по сути, спора разбираться. А на каком языке составляется документ? На английском, французском? Официальный язык, понятно, он считается международно английский, французский, и судопроизводство идет на этом языке. Но для России, предположим, жалобы могут составляться и составляются на русском языке. Да, у нас моя, твоя, понимай, это, по сути, закрыть России доступ к этому суду. У нас люди плохо владеют иностранными языками, да и русский-то уже в загоне оказывается, в основном нецензурный. Поэтому официально считается тоже русский язык, и жалоба составляется на русском языке. Там специально, условно назовем это так, направление, условно там, департамент русскоговорящий. Они все перерабатывают почту русскую, там все все понимают. Поэтому, когда люди привлекают адвокатов для написания вот этой жалобы, это очень правильно, потому что шансы их возрастают. Не то чтобы на успех в рассмотрении этого дела, но то, что их дело пройдет вот этот рубикон, оно будет правильно составлено, их жалоба, точнее говоря, и превратится в дело, которое затем будет рассматриваться, а там уже итоги тоже неизвестны. Или, или. Но, насколько я знаю, таких адвокатов, которые специализируются на Европейском суде по правам человека, у нас в России их единицы. В Приморье их вообще не знаю. То есть есть адвокаты, которые писали, так же, как и я, писали там, обращались, знают эту процедуру. Но именно как специализацию, потому что это своя стихия, таких у нас нет. Нет, но знаю, вот в Москве даже сайт есть какого-то адвоката, я так понял, ему посчастливилось эту специализацию освоить, потому что он работал в Европейском суде по правам человека, ни в коем случае не в должности судьи, конечно, а где-то в аппарате. Все равно человек получил незаменимый гигантский опыт, вот этот формальный документооборот, он знает нюансы, он знает ошибки. Конечно же, он незаменимый и верный, грамотный помощник в оформлении такого рода жалоб. Но это не говорит о том, что другие адвокаты, которые там не работали, там абсолютно безграмотные и безнадежные. И не справятся. Да, и не справятся. Игорь Михайлович, когда я изучала, так сказать, эту тему нашей с вами передачи, все время попадался такой термин «приемлемость жалобы». Что это такое? Это ключевой термин, когда мы обращаемся к Европейскому суду по правам человека, говорим об обжаловании. То есть это термин, который должен быть на слуху и в памяти. Вот можно забыть, как название суда, еще что-то забыть, формуляр жалобы. Но этот термин, он ключевой. Приемлемость, это означает, что жалоба, поданная в Европейский суд, соответствует не только минимальному, а вообще всем требованиям формальным, которые к ней будут предъявлять жестко, без слез, без сочувствия о нарушенных правах Европейский суд. Вот она отвечает всем требованиям приемлемости. Мы привыкли говорить порой, да, минимальное требование. Ну, есть такой термин. То есть это синоним немножко, да? Это здесь обратный термин. То есть не минимальное требование, а максимальное требование, которое предъявляется. И только максимальное, никаких минимальных нет. Все, жалоба, насколько она составлена, там, листов, вот все, она соответствует каждый пункт требованиям. И на выдохе говорят, да, приемлемо. Все, регистрируют ее, скажем так, для понимания, возбудили дело. Еще неизвестно, какой по нему будет результат. Так вот, возвращаясь к началу передачи. Вот этот Рубикон, вот этот вот лежачий полицейский, 97% жалоб не проходит. По каким-то причинам все неприемлемо. Неприемлемо. Это вот туда подпадают в начале передачи, мы тоже затронули тему. Это что? Самое вот именно, вот теперь акцентирую внимание на трех минимальных вот этих моментов, которые грубо нарушаются. Это шестимесячный срок пропущен. Это инстанционность не соблюдена. Что такое инстанционность? Даже доколе это будет в этой стране жить, это сложно, тяжело. Судам я не доверяю, сразу в Европейский суд напишу. Он там всем, кто-то, занозит их всех. То есть все, это в никуда жалоба. Пока ты не рассмотришь в суде, судебным механизмом национальным не воспользуешься, Европейский суд можешь не писать. Это не четвертая инстанция, есть такой еще тоже термин. И третий момент, права и свободы. То есть если ты не нашел, что право на жизнь. Или арест, очень много жалоб идет. Человек просидел там полтора года, никакого дела не расследовалось толком. Была волокита, почему он сидел там. Или на каком основании арестовали человека, аргументов вообще не было. И потом еще оказалось, что обвинение незаконно было предъявлено. Он требует через Европейский суд, не получив здесь удовлетворения, требует там компенсации. Или вот случаи, когда вот изоляторы начали зажимать наши давно. Сейчас-то получше стало. Когда минимальное помещение, в нем сидит там по 20, в 90-х это было распространено, по 20-30 человек, я это знаю как адвокат, люди на одной кровати, так называемая шконка, по трое человек, то есть они спят, распределяют график, когда можно спать. То есть забиты были, как вот в банке разносол, напихан, вот и здесь тоже. Люди говорили, извините, нет минимальных, мне не обеспечены минимальные стандаты, я там, меня заразили всеми болезнями, включая кожными, вот. Я там по здоровью потерял, в конечном итоге меня отпустили, не доказали мою вину. И вот пишут Европейский суд, очень много нюансов, очень много. Были случаи, что помогли? Да, в чем вы говорите, публикуется практика, конечно помогают. Есть, конечно, элементы злоупотреблений правами, там где военные действия были, насколько это мне рассказывали люди, которые сталкивались и знают практику Европейского суда, в части вот болевых узлов, военных точек, да. Там есть даже адвокаты, которые специализируются на этом, жертва, там какой-то конфликтовый, да, вот конфликта вот в этом районе, то есть пострадал, требует там компенсацию. То есть сколько стоит каких-то денег подача жалобы или как? Это расходы адвокату исключительно, вознаграждение адвоката. Иных расходов нет, только почтовые. Там, разумеется, по весу. То есть ты можешь там том целых документов, можешь там немножко, 20 листов у тебя будет. Международная почта какая-то? Да, международная почта. Конечно, это может быть и 500 рублей, и 1000 рублей. На моей памяти, вот мой доверитель, мы ему оформляли, там нужно было, там решение такие мощные, он на 12 тысяч оплатил расходов. Больше никаких нет. Я знаю ситуацию, насколько она достоверная, не могу судить, но какой-то юрист, а мошенник умудрялся при оформлении жалоб брать еще государственную пошлину с людей, там по несколько тысяч долларов. Разумеется, это безумие, потому что мы говорим об европейском суде по правам человека. Госпошлина, это разновидность налогового какого-то бремени, да, и российского, да, берем Россию. Конечно же, к европейскому суду это никакого отношения не имеет. Здесь основной момент, мы должны понимать, открыл конвенцию, ты как физическое лицо хочешь получить какое-то, в конечном итоге, удовлетворение. Поэтому, когда ты пишешь жалобу, я процессуальный термин беру, удовлетворение. То есть удовлетворение, как по иску, по жалобе. То есть ты должен исходить из того, что твои права там должны быть отфиксированы, соответственно, ты становишься жертва. То есть ты уже не из теста, не заявитель, это все в Европе обобщено одним теремом жертвой. То есть жертва против государства. Соответственно, если ты обращаешься и пишешь жалобу на то, что в арбитражном суде в конечном итоге тебе отказали виски, потому что ты поставил сгущенку там компания, она тебе не возместила, и твоя компания банкрот, тебе просто откажут, потому что ты обращаешься как физическое лицо, но не твои конституционные или конвенционные права нарушены, а в конечном итоге твоей организации. То есть коммерческие споры, соответственно, отпадают. Споры между физическими лицами отпадают. То есть муж и жену раздел имущества. Вот ей досталась машина, а мне... Да ну, это какие-то серьезные, наверное, дела очень. Я же говорю, не просто дела серьезные, права конституционные. У нас это называется как конституционные, и то есть конституционных прав не все, а те, которые конвенционные. Вот только вот этот перечень прав рассматривается. Они все права, какие могут быть, по итогам нарушения которых люди обращаются в наш советский районный суд, неважно, городской или суд, это краевой суд. Конечно, большинство не под судом. Да. А документы какие-то надо прикладывать? Минимальные, да, конечно. Там все понятно, на самом деле. В этом формуляре минимальное количество документов ты прикладываешь в обязательном порядке. Это жалоба, это решения судебные, которые подтверждают, что ты был в суде, удовлетворения не получил, права твои оказались невосстановлены государством. Поэтому ты именуешься жертва. Тогда ты идешь в европейский суд. Если ты ничего не приложил, тебе скажут, ну, тебе ничего не скажут. Ну, куда я уже показал? Туда документ. Если все же повезет, все будет заполнено правильно, все дойдет до европейского суда, и будут установлены нарушения, вот существуют какие-то виды компенсации, размеры? Конечно, компенсации. Но они очень разные в зависимости от степени нарушения. Если человека лишили жизни, и родители добиваются через европейский суд компенсации, какого-то объективного расследования, это может быть одна сумма. Если там связано не с таким уж, не с основополагающим правом любого человека, гражданина на жизнь. То есть это может быть сумма. В конечном итоге 2 тысячи евро, 3-5 тысяч евро, 10 тысяч евро. В зависимости от этого 15 тысяч евро, я слышал. Никто там не говорит, вернуть свободу человеку. То есть выпустить из-под стражи. Или никто не говорит, вы разделили имущество супругов неправильно, нужно по-другому переделить. Это все национальные суда этим занимаются. Европейский суд устанавливает, было ли государство, не то чтобы нерадиво, а небрежно при попытке восстановления в судебном порядке прав человека. Затянуло ли оно, затягивание. Адвокату как-то добился наш приморский через европейский суд. Дело выиграл даже. То есть жалобу признали приемлемое рассмотрение. Потому что мать пыталась вернуть ребенка после раздела. То есть определили место проживания ребенка с ней. То есть отец ей препятствовал. И несколько лет органы бездействовали толком. Она писала жалобы, отписки. И она не могла несколько лет реализовать это решение. В конечном итоге она добилась и получила компенсацию. Там действия властей были признаны неэффективными предельно. То есть там вот такие формулировки. А не так, чтобы переделить этому то, этому по-другому. Это все здесь. Так эти компенсации кто власть? В конечном итоге это требование на государство? Нет. Это требование представитель государства российского, уполномоченный, разумеется, с позиции выходит. Там выступает. В конечном итоге это государство компенсирует. Россия уже. И оно это делает. Так, но это был последний вопрос. Смотрите. То есть европейский суд, это я сейчас для себя. Он не то, что там кого-то неправильно посадили в тюрьму. Да, вопросы квалификации неправильно. Он в целом или компенсация, или, вот я почему делаю акцент. Жертвы государства. Государство что-то в целом повело себя неправильно, тогда, соответственно, человек имеет право на компенсацию. Обратите внимание, что действие властей, не советского там районного суда города, или столько было незаконным. А именно в целом государство не обеспечило эффективный механизм для реализации вот этого конвенционного права. У нас очень, кстати, грамотная эта передача. Я нигде не слышал передачи, такой, как сейчас снято сейчас у нас. Именно, чтобы какие-то ключевые моменты людям объясняли. Все в основном живут о каких-то там декларативных моментах. Ну, правильно ли я поняла, что Европейский суд по правам человека свободу человеку вернуть не может? Конечно нет. Нет, нет, нет. Он и не возвращает ее. Это не его задача. Нет, он просто признает, что государство в нарушении конвенционных прав, то есть без достаточных оснований, лишило человека свободы. Поэтому он имеет право на компенсацию. Но она не спасает его. Я поняла. Спасибо большое. Я считаю, что это очень полезная информация, потому что оно действительно ни о Европейском суде по правам человека, ни тем более о составлении документов для обращения в него как-то нигде не говорится. До свидания. Это была программа «Ваш юрист». Пусть у вас все всегда будет хорошо.